Вот смотри, президент Зеленский дал поручение на основе петиции, которая была размещена на сайте, тем тебе должна быть ну как-то краями близка. Говорит, давайте... Переименование? Переименование в Москве. Уже отреагировал, ты знаешь, кто, даже не надо говорить. Малыш отреагировал, сказал, давайте, как он опять Медведев сказал, Бандера Рейх или что-то Салла Рейх. Ну, в его фантазиях, его больных, так сказать, у него ничего больше такого оригинального не уходит. А вот в Москве, ну, это выглядит как чистый троллинг, понимаешь? Мы вас теперь в Москве будем знать. Вы же сами говорите, Путин, говорит, останутся московиты и уральцы, москали и уральцы. Как он там, я не помню, сказал. Выглядит как чистый троллинг. Вы же знаете мое отношение к величайшей краже в истории, когда... Да, насчет Руси. Московия взяла и присвоила себе название Руси только на взгреческом переводе России. Даром, что Прокопович, ректор Киева-Могилянской академии, украинец, это все предложил, но тем не менее. Что, как сказать, затею Прокопович, то исправит Арисович. Мне такой нож с такой надписью подарили. Так вот, ну, начало. Вернуть все. Как говорил Конфуций, все начинается с исправления имен. Я за. Ну, а как ты себе представляешь? Вот они останутся в Москве, Россия останется в Москве, а Украина будет кем? Вот, наверное, будет Украина. А мы пока побудем Украиной, а там, гляди, там и следующий шаг в составлении исторической справедливости. Добавим слово Русь вначале. И будет у нас... То есть, Русь-Украина все-таки? Да. Или Украина-Русь? Русь-Украина. И из-за Русь. Так в канонических церковных документах числятся до сих пор. Русь-Украина. Более того, у нас есть государственный праздник, связанный с этим. Крещение Руси. Руси-Украина. Ну, да, да. Когда говорится о крещении Руси, оно в церковных канонических правилах всегда идет Русь-Украина. Потому что это название канонической территории. Поэтому нам не надо далеко ходить. Это исторический факт. Во Львове есть улица Русика. Гареческая уния предполагала вступление. Третий народ. Когда речь посполитая должна была расширяться до третьего народа, народ отвинцировался народом Русики. Гетьман Баламинский был вообще Гетьманом Русским. И Римия Вишневецкий его враг главный. Который воевал за другой проект Украины. Боевода Русский. Ну, что же, как бы еще. Все все знают на самом деле. Просто делают ты, что стесняются. Ну, не надо стесняться. Начнем с переименования московского государства. В Токем оно всегда было. А следующим шагом надо возвращать себе историческое. Сколько раз Российская Федерация переименовывалась за 20 век? Давай посчитаю. О, ну, приличная, конечно. Ну, сначала это была Российская империя, правильно? Потом настала с чем? Она была республикой во время 17-го года, при Временном правительстве. Объявлена была русская... Была республикой, да. Потом она стала РСФСР. Потом она стала частью Советским Союзом. Потом она стала Российской Федерацией. Много раз, пять раз минимум. Ну, так аж уж шестой и за горами. Дело такое. Можно даже назвать это оставлением исторической справедливости. Можно рассматривать это как троги, сколько угодно. Но если посмотреть на речь Путина и все речи Путина в оправдании этой агрессии, то там нет экономических военных причин. Там называются только... В основном называются только исторические и метаисторические. Поэтому есть два человека, которые все ее воспринимают. Путин и Арестович. Их сражение на этом поле. Все остальные хихикают и делают вид, что современные люди, они же там типа про экономику, про соотношение сил, про какой-то этот самый... Ну, кто же бредит этими историческими сказками? Я вам скажу, Путин бредит. Он бредит настолько, чтобы затеять ради этого войну, в которой мы выгребаем все, верящие в сказки или не верящие в сказки. Так если это корень причины и самая главная причина, так может ее и надо устранить. Что же мы все симптомы лечим? Давайте с причинами разберемся. Ну, то есть это, на твой взгляд, конвертация символического в политическое? Символический капитал очень дорогого стоит. Собственно говоря, вокруг него идет борьба за что мы еще воюем. Простите. Так давайте же конвертируем его в политический, сделаем прямую то, что и является, собственно говоря, политикой. Символический капитал объединяет людей, объединяет людей в группы. А группа ведет себя политически после этого. Это очень естественный ход превращает символическое в политическое, политическое в символическое. Ровно этим и надо заниматься. Это и есть политика. Что нас стесняется? Ну, что такое псевдотерические сказки? Давайте говорить об ВВП, о налогах. Это, конечно, все хорошо. Только вопрос. А что нас объединяет в людей, которые говорят о ВВП и говорят о налогах? Как не символический капитал? А если нас это объединяет, то почему бы нам не заняться принципами нашего объединения? Это не когда хорошая вещь. Прибавочную стоимость народ порождает очень большую. Начинают вопросы с антификации, заканчивая вопросом импозиционирования. И заметьте, что вполне себе Греция, вполне себе Македония занимается этими вещами. Не только они. Не только. А чего переименовывали Россию? Переименовывали пять раз за прошедшее столетие. Тоже, наверное, не глупые люди этим занимались. Что-то имели в виду? Ну, можно относиться как угодно к российским царям и Владимиру Ильичу Ленину, но они что-то соображали в этой жизни, судя по их достижению. На политической почве. А что товарищ Сталин погодно возвращал в 43-м году церковь? Отечественную войну это все называл. Он тоже понимал, что есть такие вещи, как символический капитал. И они значимы. Они много значат. Ну, ясно. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Дойдет ли до непосредственных решений. Тоже пока загадка. Но в любом случае там, конечно, сильно. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.